Приветствую вас! Я думаю, что вам в первую очередь нужно определить, чего вы хотите. То есть, я бы здесь вот начал именно с этого. Что вы конкретно хотите? Хотите с сексом? Это одно. Хотите, чтобы мужчина, ну, именно со своим мужем у вас был секс? Это другое. То есть, понятно, что вам не достает как бы интимной жизни, это понятно. Это понятно и это нормально. Вопрос в другом заключается. Вопрос заключается в том, в какую цену и на что вы готовы пойти. То есть, предположим, у вас с мужем все хорошо и вы, представим себе, любите вообще говоря друг друга. Вот. В таком случае, мне кажется, что вам просто нужно до него донести что-либо, он удовлетворяет вас, что является, между прочим, его супружеским долгом и прямой обязанностью. Вот. Либо вы, соответственно, будете рассматривать вариант встреч с мужчинами ради секса. Вот. То есть, вы его как бы честно предупредите об этом, о том, что вы хотите, о том, что вам нужно, о том, что вы вынуждаетесь. Вот. То есть, я не думаю, что дело здесь, о том, что вы ему не нравитесь. Я думаю, что дело здесь в его особенностях. Вот. Правда, в эту ситуацию, конечно, осложняет очень сильно тот факт, что вы, ну, как бы согласились на это. То есть, вы думали, что это изменит, что всё изменит. Вот. Хотелось бы узнать, конечно, почему вы так считаете, да, то есть, почему вы считаете, что всё изменится, откуда у вас такая информация, откуда у вас такие представления, что всё должно было измениться, когда вы с ним стали, ну, когда вы после поженились. Да, вот. Но, тем не менее, тем не менее, а, значит, вам нужно донести до него эту мысль. То есть, если он не хочет заниматься самым сексом, то хорошо, но удовольствие вам доставлять, он обязан, как ваш муж, как, ну, один из самых близких людей. Да? Да? Если он не хочет, то, соответственно, вы уже будете тогда, в таком случае, принимать меры. Да? Вот. Ну, вам нужно до него донести эту мысль. Вот. Соответственно, если он не согласится доставлять вам удовольствие сам, если он не согласится на... то, чтобы вы ходили налево, то, соответственно, вам стоит подумать о том, чтобы развестись, развестись. Вот. А, или, а, по крайней мере, а, пожить отдельно, если для вас секс важен. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Другое дело, что вы считаете себя уродливой, другое дело, что вы сомневаетесь в себе, другое дело, что вам обидно. Вот, что именно обидно, это заниженная самооценка, возможно, вот с этим нужно, конечно же, разбираться несколько более подробно. Да? То есть, тут вот, вы пишете, да, что вы нервничаете, из-за чего, психуете, из-за чего, вы ругаетесь, из-за чего. Понимаете? То есть, как бы, вот, здесь нужно вашу субъективную позицию разбирать. Как вы воспринимаете отказы мужчины в сексе, и что такое для вас секс, вообще? Что ли у нас в порядке самооценки, что вас связывает с мужем, и так далее. Вот, почему вы считали, что все поменяется, например, ну, когда, когда вы поженитесь. Вот, на эти, на эти аспекты обратите, пожалуйста, внимание. На этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.